Здравствуйте! В эфире программа «События» в студии Лариса Шлафаст. Смотрите в этом выпуске. Почти тысяча патронов, пистолеты и ружьё. Сотрудники ФСБ в Самаре нашли подпольный цех по изготовлению оружия. Под его руководством «Прогресс» начал выпускать новые ракеты-носители «Союз». Заводчане отмечают 100 лет со дня рождения Афанасия Ленькова. Кто они – лучшие журналисты года. В Самаре подведут итоги ежегодной премии «Золотое пиро губернии». Православные верующие готовятся отпраздновать крещение, где в Самаре прорубят ордане для купания. Здесь стенька проплывал. О похождениях знаменитого донского атамана самарцам рассказали на исторической лекции. В Самаре сотрудники ФСБ обнаружили подпольный цех, где производили оружие. Двое мужчин переделывали массогабаритные макеты в боевые пистолеты и продавали их через интернет на территории России и Украины. При задержании нелегальных ружейников в их машине нашли еще и ружье, пистолет ТТ и пять магазинов патронов. Также в арсенале были револьверы системы «Наган», составные части автомата «Калашникова» и почти 600 боеприпасов разного калибра. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В Самаре в ДТП пострадали несколько машин. Авария случилась на улице Новосадовая. По словам очевидцев, мужчина на Лексусе не справился с управлением и протаранил две припаркованные машины. Сначала автомобиль влетел в Митсубиси. В свою очередь японская иномарка ударила стоящую рядом Шкоду. К счастью, обошлось без жертв. После проверки оказалось, что виновник аварии был пьян. В ожидании праздника. Сегодня по православному календарю сочельник. День накануне крещения Господня. Во всех храмах уже прошли богослужения с чином великого освящения воды. А многие верующие готовятся к ночным купаниям в проруби. В Самаре подготовлено пять купелей. В два часа ночи начнется крестный ход от храма Георгия Победоносца на полевой спуск, где оборудована главная городская Ордань. На месте событий уже побывал Олег Зверев. Первое освящение крещенской воды происходит накануне праздника. Сегодня по православному календарю сочельник – время строгого поста. Во всех храмах прошли торжественные богослужения. В Самарском Петропавловском соборе чин Великой Агиасмы совершил митрополит Самарский Сызранский Сергий. На литургии читается отрывок из Евангелия о том, как Иисус Христос пришел на Иордан, чтобы принять крещение. Войдя в реку, богочеловек осветил всю воду планеты. Годовой церковный цикл, как символ вечности, повторяет это событие ежегодно, как первое явление человечества, божества во всей его полноте. Праздник крещения еще называется, правильно, богоявлением, потому что на реке Иордан явилась вся полнота божества Святой Троицы. Пришел креститься Сын Иисус Христос, Сын Божий. На него снизошел Дух Святой в виде голубя, и был голос Отца Небесного, сей Сын воздушный. В этот день верующие приходят в храмы, чтобы набрать крещенской воды. Она считается целебной и не портится в течение года. Ею положено кропить свое жилище и пить по утрам натощак. Сергей Козлов, прихожанин собора, каждый год после службы уносит домой бутылку освященной воды. Это является важным праздником для всех православных христиан, так как с помощью этой воды можно отсветить свой дом, можно ее употреблять каждый день для очищения из себя, своей души. А сегодня вечером Сергей впервые решил окунуться в прорубь. Эта благочестивая традиция известна с давних пор, но только в России принято в мороз ходить на водоемы. Во всей стране сделано более трех тысяч крещенских купелей и орданий. В Самаре центральным местом народной забавы станет набережной на полевом спуске. Главная городская купель к празднику подготовлена, и это подтвердил первый заместитель главы города Владимир Василенко на выездном совещании. Сегодня здесь уложат деревянный настил для удобства. Возле проруби всю ночь будут дежурить сотрудники МЧС и скорой помощи. После купания для всех желающих горячий чай. Кроме этой проруби в Самаре готовы еще четыре купели. На спусках улиц Некрасовской, Маяковского, Советской армии, 9-й просеке. Районам поставлена задача, если они считают в данной ситуации, что есть еще потребность в организации мест купания, они тоже должны точно так же организовать и сделать купальню для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Впрочем, и священники, и врачи предупреждают, что крещенские купания на пользу только здоровым людям. Ледяная вода противопоказана тем, кто страдает заболеваниями сердечно-засудистой и дыхательной системы. Для всех, кто желает окунуться в теплую купель, есть и такая возможность. В Самарском Михайло-Архангельском храме, в поселке Запонском и Ордань обустроены в помещении. Кроме того, водосвятный молебен состоялся и на главной НФС Самарского водоканала. А значит, крещенская благодать уже пришла буквально в каждый дом. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. К оборудованным купелям в половине первого ночи 19 января будет подан общественный транспорт. Пять автобусов большой вместимости будут ожидать пассажиров на участках, указанных на экране. Отправление в час ночи. Остановки будут делать по требованию пассажиров. Лучшие из лучших. Самым выдающимся журналистам Самарской области вручают премии губернатора. В этом году на престижную награду номинированы сразу четыре журналиста и один оператор телеканала «Самара ГИС». Ведущая программы «События» Инга Пеннер стала лауреатом третьей степени. Поощрительный приз получил оператор Артем Сулайманов. Что касается остальных номинантов нашего телеканала, пока интрига сохраняется. На месте события работает наш корреспондент. Я передаю слово Андрею Горгуленко. В эти минуты проходит пятая ежегодная церемония награждения победителей журналистского конкурса на прессе губернатора Самарской области. В зале весь цвет самарской прессы. Целями конкурса является поощрение творческой активности журналистов и повышение их профессионального мастерства. Перед вручением наград губернатор Николай Меркушкин отметил особую роль СМИ в развитии области. Выбирать правильный вектор в итоге и двигаться в правильном направлении – это самое главное и самое важное. Поэтому я бы хотел вам всем выразить слова благодарности за совместную работу. Мы, что касается информированности людей, вовлеченности людей по, скажем, по ряду таким базовым вещам, мы сделали значительные шаги вперед. В этом году на конкурс поступило 330 заявок. Среди номинантов – представители всех региональных СМИ, печатных, телевизионных и интернет-изданий. Победителей объявят в 19 номинациях. Ну а в каких номинациях среди лучших будут журналисты нашего канала «Самара ГИС» – мы вам расскажем в следующих выпусках. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. На его время выпали космические проекты, прогремевшие на весь мир. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Афанасия Яковлевича Ленькова. Он руководил заводом «Прогресс» 14 лет. Там его называли личностью государственного масштаба. Каким он был начальником и каким дедушкой для своих внуков рассказали его коллеги и родные. Репортаж Валерии Макаровой. Почти вся трудовая жизнь Афанасия Яковлевича Ленькова прошла на заводе «Прогресс». На это время выпали уникальные космические проекты, новые модификации союзов и спутников, лунная ракета «Н-1» и сверхмощная ракета «Энергия». Директора Афанасия Яковлевича Ленькова вспоминают как требовательного и очень культурного человека. Он услышал, умел слушать, слышать своих оппонентов. И после анализа их предложения принимал свои организационно-технические решения как директор завода. В это время полной неожиданностью для завода стал проект 4К-80. Космическому заводу пришлось создавать морскую крылатую ракету. Ее пытался сделать Саратов, не пошло у них. Пытался сделать Оренбург, у них тоже не пошло. И предложил членомей, конструктор, говорит, вы можете справиться. Афанасий Яковлевич сказал, да, мы справимся. В результате за год мы ее освоили и уже первую собрали ракету. Конечно, на заводе Афанасий Яковлевич пропадал допоздна, но дома о работе почти не рассказывал. Напоминали о ней разве что макеты ракет. Внуки с теплотой рассказывают о дедушке и своей дружной семье. У дедушки, чтобы было понятно, было две дочери и сын, это мой папа. И у всех были дети. Мы ездили на лыжах, у нас детей привязывали веревочками, чтобы мы не потерялись. Осенью мы съездили за грибами, тоже так же, всей семьей. И постоянно, всегда, в выходные дедушка старался проводить с нами. Афанасий Леньков основал династию ракетостроителей. Родившись в семье крестьянина, он прошел путь от мастера на авиаремонтном заводе до директора крупнейшего космического предприятия. А сегодня его дело продолжают дети и внуки. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Что нужно сделать, чтобы жизнь молодых людей была насыщенной, активной и полезной? В Самаре появится новая муниципальная программа для молодежи, рассчитанная на четыре года. Первую версию проекта представил Самарский дом молодежи. Как будет жить молодежь в 2018-2022 годах обсуждают большим составом. Общественные организации, студенты и городские власти должны сообща разрабатывать программы развития, направленные на все сферы жизни молодых людей. Важны культурные, медицинские и, конечно, социальные аспекты. Мне бы, конечно, хотелось более системного подхода в плане молодежи с инвалидностью и включения их в процессы наравне со сверстниками без инвалидности. Не закрытие в отдельной аудитории, пансионате, а вывод на улицу, вывод на общение, на развитие вместе с интересными, классными, замечательными людьми без инвалидности. В конце прошлого года Самарский дом молодежи по поручению главы города Олега Фурсова приступил к созданию новой муниципальной программы «Молодежь Самары». Особенность ее в смене подхода. Нужно уходить от простого проведения мероприятий и создавать систему поддержки и развития молодежных организаций и движений. Важнейшее отличие проекта новой муниципальной программы заключается в обращении на конкретного молодого человека, на конкретную общественную молодежную организацию, на их поддержку, их развитие. Мы должны понимать, что очень важно, чтобы молодежь принимала участие в реализации городских проектов, чтобы молодежь была частью городской среды и могла своим взглядом и своими действиями, что немаловажно, улучшать жизнь всего городского округа Самара. Пока представленный проект сырой и нуждается в дополнениях и доработках. Для этого самые инициативные и активные молодые люди будут регулярно собираться за круглым столом, чтобы вносить свои предложения. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. Новые квитанции за коммунальные услуги самарцы получат уже в феврале. С 1 января изменилась структура платежей за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах. Размер оплаты таких услуг будет ограничен нормативами, чтобы жильцы не переплачивали за независящий от них перерасход ресурсов. Общая сумма по коммунальным счетам не изменится, но строки за ОДН перекочуют из общей квитанции в профильной по воде, свету, газу. Самарцы будут оплачивать услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям. Также на людей теперь не перекладываются платежи за соседей, которые не установили счетчики в своих квартирах. Во-первых, платежи со временем, когда реструктуризируется вся плата, будут идти напрямую ресурсникам, не будет вот этого вот соблазна обанкротиться, соблазна увезти денежные средства, там уже через уголовные, по сути, какие-то вещи. Ну, не будет деньги, будут идти напрямую, да, то есть, получается, управляющая компания работает по содержанию дома. Естественно, такие управляющие компания, у которых уже есть такая направленность, как бы уйти с рынка, там, урвать кусок, им этого даже смысла нет туда приходить. С этого года перевозить детей в специальных креслах можно только на заднем сидении. Ребенка, которому еще не исполнилось 12 лет, необходимо пристегивать удерживающим устройством. Чтобы проверить, соблюдают ли правила безопасности родители юных самарцев, сотрудники ГИБДД вышли в рейд. Алина Чемерис продолжит. Привет, а ты что уже отстегнулся? Держи скорее тебе. Ты уже в школу приехал? Да. Тебе блокнотик, молодец. Желаем тебе только пятерок. Всегда пристегивайся в автомобиле. За соблюдение правил дорожного движения самарские школьники получают подарки от полицейских. Проверку сотрудники ГИБДД начинают с раннего утра, когда родители везут своих детей на учебу. Автомобили останавливают на улице Шостаковича, неподалеку от университета Наяновой, 11-й гимназии и 6-й школы. По правилам детей, которым нет 12 лет, нужно перевозить в специальном кресле или с использованием адаптера. Видите, что она уже большая и какое? А ей с устройством будет неудобно ездить. Почему? Ну она потому, что не 12, но она в 140 сантиметров. Ну что? Ремень безопасности, который предусмотрен в конструкции транспортных средств, он предусмотрен для роста от 150 сантиметров. В случае аварии ремень, который встроен в автомобиль и рассчитан на взрослого человека, может не спасти, а покалечить ребенка. Из-за маленького роста в момент фиксации передавить ему горло. В воскресенье в Ленинском районе в ДТП пострадали трое детей. Все они ехали без специальных удерживающих устройств. О том, что для ребенка в дороге намного безопаснее сидеть в детском кресле, нежели на руках у мамы или папы, родители обязаны помнить. Родители очень часто перевозят своих детей у себя на коленях, придерживая их руками. Это чем самым подвергает своих детей еще большему риску. Мы хочу напомнить, что при ДТП мало того, что мы можем своего ребенка мало того, что не удержать, так еще и своим весом придавить его либо к спинке переднего сидения, либо к панели автомобиля. Сегодня во время рейда полицейские остановили полсотни машин, среди них один нарушитель. В прошлом году сотрудники ГИБДД составили более трех тысяч протоколов на водителей, которые перевозили детей без специальных кресел и адаптеров. Сегодня штраф за это составляет три тысячи рублей. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Здесь стенька проплывал. Похождением знаменитого Донского атамана посвящена лекция, которую горожане могли посетить совершенно бесплатно. В Самаре продолжается совместный проект мэрии и Самарской газеты. Историческую лекцию посетил Сергей Ромашов. Тех, кто позже встал, от души поживей. Город да вода, и вблизи, и в водоле. Пришли на урок, а попали на концерт. Лекцию в необычном формате провел краевед Борис Агузаров. Он рассказал аудитории об истории волжского судоходства во времена атамана Степана Разина и выступил в роли барда. Участники открытого лектория к такому не привыкли. Мы, граждане, люди, живущие на Волге, на самом деле очень мало знаем об этой тематике. И в любой аудитории, где я только выступал с подобной лекцией, везде был очень живой интерес. Поэтому я вот подумываю, так же поднимать вопрос о создании в Самаре где-то, ну, музея Волги, того, что относится вот именно к судоходству, к стране. Для самарцев подобные лекции – источник бесценной информации, которую не найдешь даже в интернете. Валентина Калядина и сама когда-то преподавала историю. Но даже она высоко оценивает уровень таких бесплатных уроков и узнает на них что-то новое для себя. Приходит на лекторий регулярно. Меня вообще проект Самарской газеты, который ведет лекции, организует лекции по краеведению, по истории нашего края, очень-очень интересует. Почему? Потому что я сама историк. И мне каждый факт жизни нашего края, нашего города очень интересен. На выступлении краеведа Агузарова большой проект городской администрации Самарской газеты не завершается. Подобные лекции уже прошли в Самарском районе, теперь в железнодорожном. На очереди – Октябрьский. Оказывается, в 17 веке власть в Самаре целых 10 месяцев удерживали не царские наместники, а выборные атаманы – сподвижники Степана Разина. Сегодня на территории Самарской Луки расположено не менее пяти пещер, названных в его честь. По легенде, там спрятаны сокровища Степана Разина, которые до сих пор не нашли. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других событиях дня. Запасное вождение могут начать лишать прав, а в Госдуме готовят поправки в закон, который позволит штрафовать лихачей на 5000 рублей. Ко второму чтению может появиться и норма, согласно которой тех, кто пренебрег правилами дважды, будут лишать водительских прав на два года. Под опасным вождением понимают частое резкое торможение, беспорядочное перестроение на дороге. Предполагается, что изъять документы смогут лишь в том случае, когда нарушение зафиксирует инспектор, а не камера видеонаблюдения. Сообщается, что законопроект рассмотрят уже завтра. Заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля. Как сообщает Рособорнадзор, в заявлении обязательно должны быть указаны предметы, которые будет сдавать выпускник, при этом русский язык и математика являются обязательными. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Всем учащимся школ соответствующие заявления помогут оформить в школах. А вот выпускникам прошлых лет, которые намерены заново сдавать ЕГЭ, следует обратиться в специальные пункты регистрации на территории области. Их полный перечень можно найти на сайте Самарского министерства образования и науки. В Самарской области мужчина несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Следственным отделом по городу Кинель завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 6 преступлений. По версии обвинения, отчим насиловал девочку в течение 3 лет. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В Самарской области синоптики прогнозируют потепление до минус 7 градусов и слабую метель. Если в среду и четверг будет еще холодно, местами ночью до 26 градусов мороза, то в пятницу погода станет более комфортной. Ожидается небольшой умеренный снег. В эти дни на дорогах сохранится гололедица. Школьные автобусы в регионе привели в соответствие с новыми требованиями безопасности. Новые требования на федеральном уровне вступают в силу в июле. Возить детей можно будет только на автобусах не старше 10 лет. За последние два года в губернии существенно обновили автопарк. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами, которые позволяют следить за скоростью движения. В мире животных праздничное событие. Медведю Умке исполнилось 19. В Самарском зоопарке бурому великану преподнесли сладкий подарок. Вместо традиционной каши на столе Косолапова оказался торт. С днем рождения Умку поздравила и наша съемочная группа. Вот она, медвежья радость, бисквитный торт с кремом. Изысканный сладкий подарок на день рождения Умке. Косолапому из Самарского зоопарка исполнилось 19 лет. Мужчина в самом расцвете звериных сил. Сотрудники зоопарка вспоминают, как Умка попал к ним еще совсем маленьким в 98 году. Тогда любил пошалить, не давал навести порядок, в клетке отнимал у зоологов веник. А с годами стал спокойным и покладистым. Иногда чешем ему спину, то есть он зовешь, он садится спиной к решетке. Причем знает, что надо спиной сесть, потому что опасно в других положениях. Спокойный, такой добродушный медведь. Что такое зимняя спячка? Умке неведомо кормят в зоопарке исправно, поэтому и в сон не клонит. Каждый день медведь съедает по 15 килограммов каши и 3 килограмма овощей и фруктов. Четверг – сладкий день. Если обычно в кашу для зверя добавляют рыбу или куриное мясо, то раз в неделю главное блюдо подают с сахаром и медом. Посетители зоопарка приготовили для медведя свои пожелания в праздник. Продолжать радовать посетителей, может, медвежат завести. Умка – один из самых весомых обитателей зоопарка. За 19 лет вырос до трех центнеров. К неволе медведи живут до 50 лет, и у Бурова еще все впереди. И, возможно, найдут медведю и спутницу жизни. Тогда есть все шансы, что пожелание завести медвежат сбудется. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Два золота и одна бронза в копилке Самарской области. Новости со спортивных полей сегодня радуют как никогда. Валерия Макарова расскажет подробнее. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Илья Фролов обошел столичных спортсменов на зимнем турнире по пятиборью. Синхронисты на льду принесли бронзу в копилку Самарской области. Самарский рэперист выиграл первенство России. Рэперист из Самары Кирилл Бородачев стал победителем первенства России по фехтованию, который проходит в эти дни в Сочи. В нем участвуют сильнейшие спортсмены страны не старше 21 года. В турнире рэперистов за медали боролся 71 фехтовальщик. Кирилл Бородачев успешно преодолел отборочный этап, а после взял верх над соперниками из Санкт-Петербурга, Ярославля, Башкортостана и Московской области. В финальном матче самарец победил Алексея Чуева из Нижегородской области 15-12. Самарская команда заняла третье место в Южкороле на чемпионате России по синхронному катанию на коньках. Они выиграли бронзовую медаль в программе «Мастер спорта». Серебро отправилось в Казань, золото забрала команда из Санкт-Петербурга. Трехкратный чемпион мира по современному пятиборью Илья Фролов, представляющий Самарскую область, выиграл всероссийский зимний турнир в Москве. Второе место занял москвич Данил Калемулин, а замкнул тройку лидеров еще один столичный пятиборец Александр Савкин. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»